А если вы зайдете в наш интернет, вам просто не выйдет. А если кто в Мэйл.ру работает, 10 октября я уже буду в городе. Вы просто заведите в Мэйл.ру, допустим, Кузнецов, там 136 тысяч. Игнатий Лапкин, я один. Просто фамилии и имя так совмещаются, что я один. Вы на меня выйдите, попросите друзей, а я делаю большую рассылку стихов, книг, фотографий. И как мы ехали, сейчас вот фотографируемся, это все будет выставлено. Представьте, сколько там, там 530 роликов о нас. Вот, фильмы, которые говорили, там три фильма. Один фильм называется «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Занявший первыми в России Златовус Испотеряевка, это наше селение и мое прозвище. И третье, первое место в мире занял он, это «Пречувствие». Сегодня эти фильмы, они не вызывают того ажиотажа, но тогда, когда все было сказано о прошлом людьми, директор мира, мир большой, самый большой кинотеатр в Варновле, я, говорит, сидела и дрожала, зуб на зуб не попадала. Думаю, меня арестуют в зале. Но время было уже не то. Уже приезжали первые секретари ко мне домой и спрашивали, как вы могли знать, что вот это все разрушится. Я считаю Библию и молюсь. Я знал заранее, находясь в вузах, в тюрьме, в наручниках, я знал, это кончится, так не может продолжаться. Мы сейчас куда ни глянем, на нас все этикетки какие-то зарубежные, все компьютеры. Почему? Нам не давали в этом направлении, сказали, это ложная наука. Было же это. Кибернатика ложная, бионика ложная. Ну, точнее, Вавилов погиб там, то что спрашивать о других. А сегодня мы на задворках мировой истории. Надо согласиться с тем, что и там мы должны сохранить свое лицо. У нас слишком великое прошлое. И никто не решил нас заботиться о будущем. А будущее это царство небесное во Христе. Эта жизнь заканчивается быстро. И чем мы пристали на суд Божий? В Евангелии написано, если здесь мир приобретешь, а душе повредишь, какой выкуп дашь за душу свою? И поэтому это нужно говорить правителям. Книги, я сказал, у Путина, у Медведя, вот эти четыре книги. Считают они их или нет, Бог знает. Но Путин, Аташи, сказал, мне подарили Библию. И когда я лечу в самолете, есть время почитать. Но отсюда нет еще вывода, что он читает. Есть время почитать. А может, и гремал. А может быть, слушал передачу. Ну, я зашел к представительству президента и спросил, а можно ему послать на диске, на читанную Библию? Можно, я его послал. Вот теперь он может и послушать. И там же архипелаг Булаг. Когда он был в Бутово, он повторял чудовищно. Как же так? Это невозможно. Когда рассказали, сколько тысяч, десятка тысяч священников, привозили, просто из-за того, что он священник. Дворянский класс истреблялся, казачество истреблялось, священство. Не потому, что оно виной, но потому, что и дети его принадлежали не к тому роду. Такого не было. Но это прошлое. Прошлое, кто забывает, рискует повторить его заново. Вы являетесь обладателями несметного сокровища. Я показываю на это. И считаю даже того. Вопросы? Спасибо. Храни вас Господь. Нам на ящике надо это освободить. Мы ящики забираем. Для сузуна. Покажите какое-то место, чтобы не тронули. Так.